Всем привет! Ты смотришь канал Карманный Ураган, я Дина Джи и мы с вами продолжаем изучать базарные хинди. Сегодня у нас 11 урок и его тема Индия и ее жители. На этом уроке я расскажу вам, а как собственно на хинди называется сама страна Индия и ее столица Нью-Дели, а также чем отличаются индейцы от индуса и кое-что еще. Поехали! Индия на языке хинди звучит как Бхарат. Официальная республика Индия называется Бхарат Ганараджья. Слово Бхарат происходит из санскрита. Раньше эти земли назывались Бхарата по имени императора Махараджи Бхараты. Махараджи Бхарата был императором всего мира и правил тысячелетия назад, но в настоящее время название Бхарат сохранилось. От названия страны Бхарат происходит слово Бхаратия. Что такое Бхаратия? Бхаратия это индиец. Индиец, он же гражданин Индии. Человек любой национальности, любого вероисповедания, являющийся гражданином Индии, считается Бхаратия. То есть, если я получу индийское гражданство, про меня можно будет сказать Бхаратия. Однако, я никогда не буду хиндустане. Слово хиндустане также переводится на русский язык как индийц. К сожалению, в нашем языке нет другого слова. У нас и гражданин Индии, и индиец по национальности называется индийцем. У нас в русском языке одно слово. Но, для того, чтобы вы поняли, приведу аналог с русским и россиянином. Россиянином может быть человек любой национальности. Татарин, Удмурт, Калмык. Они все россияне. Но русский – это национальность. Точно такая же разница между словами Бхаратия и Хиндустане. Хиндустан – это еще одно название Индии, но оно пришло в обиход намного позже. Хотя некоторые до сих пор называют свою страну Хиндустаном. Слово хиндуизм означает индуизм, религию. Итак, последователь индуизма называется хинду. На русский язык это слово переводится как индус. Вот вам и разница между индийцем и индусом. А теперь давайте подытожим. О человеке любой национальности, являющемся гражданином Индии и исповедующим индуизм, можно сказать, что он Бхаратия и Хинду. Если человек является индийцем по национальности, но мусульманином по вероисповеданию, про него можно сказать, что он Бхаратия и Хиндустане. А если индийц по национальности, исповедующий индуизм, не является гражданином Индии, то про него можно сказать, что он Хиндустане и Хинду. Я надеюсь, вам это понятно. Слово страна на хинде звучит как дэш. Иногда в базарном хинде можно встретить такое выражение конца дэш. Местный житель может поинтересоваться, из какой вы страны. Очень таким простым способом. Конца дэш, какая страна? Он хочет узнать, из какой вы страны. Так вот, дэш это страна. Или еще один такой короткий вариант. Абкадэш, ваша страна, то есть из какой вы страны. Слово город на хинде звучит как нагар. На самом деле есть несколько слов, которые обозначают слово город, но вот нагар такое популярное, простое слово, которое знают все. Нагар. А теперь поговорим про столицу Индии. Как вы знаете, столица Индии на русском языке звучит как Нью-Дели. Но на самом деле далеко не все местные жители понимают слово Нью-Дели. Более того, если вы видите, что ваш собеседник не говорит по-английски, если вы скажете ему Дели или Нью-Дели, он вас с большей вероятностью не поймет. На хинде столица называется Дилли. Так вот, если вам нужно в кассах купить билет до Дели, я вам советую говорить не Дели, а Дилли. Это гарантия, что вас 100% поймут. Есть еще, кстати, слова, которыми местные жители называют свою страну. Одно из них это Мата Бхарата. Мата Бхарата дословно означает «мама Индия». Многие местные жители верят, что их страна обладает некой личностной природой и считают, что они живут под крылом Маты Бхараты, под крылом мамы Индии, доброй, заботливой мамы, которая всех их обнимает, всех их любит и обо всех о них заботится. Поэтому Мата Бхарата – это такое любовное отношение к своей собственной стране. Слово «хиндустане», кстати, тоже может означать «индию». В таком женском роде некоторые жители говорят «мера Хиндустане», «моя Индия». Это тоже одно из таких любовных названий своей страны. Кстати, если мы возьмем с вами еще и английский язык и вспомним, что есть два слова. Слово «индеец» и слово «индиец». «Индейцы», как мы знаем, это жители Латинской Америки. А «индийцы» – это жители Индии. Так вот, в английском языке эти два понятия называются одним словом, словом «индианс». А все потому, что Христофор Колумб на самом деле отправлялся на поиски Индии, но по случайности открыл Америку. И когда он подплыл к берегам Латинской Америки, жители, которых он увидел, он назвал «индианс», потому что на тот момент все думали, что это индийцы, а они оказались индейцами. Вот такой вот забавный случай. И, кстати, в русском языке, если мы говорим о женщинах, женщина из племени индейцев или женщина из Индии, мы называем «индианка», словом «индианка» и ту, и другую женщину. Поэтому здесь, конечно, нужны уточнения, о ком конкретно идет речь, иначе может возникнуть путаница. Но вот в языке хинди такой путаницы быть не может, потому что есть три совершенно четких понятия и разграничения. Бхартия, хиндустани и хинду. Ну что ж, друзья, вот такой вот сегодня получился урок хинди. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комменты. Урок, надеюсь, вам понравился и был полезным. Если так, поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Дина Джи и канал «Карманный ураган». До новых встреч. Пока.